Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, Виктория. В первую очередь, наверное, хочется отметить, что вы не задаете вопрос свой. То есть, может быть, вы думаете, что достаточно будет, если вы просто озвучите свою проблематику. Может быть, вам кажется, что будет достаточно, если вы просто опишите ситуацию. Но, конечно, этого не достаточно. Хотелось бы, чтобы вы все-таки озвучили, чего же вы хотите. Действительно, очевидно, что... Очевидно, что хотите вы можете, в принципе, только одного, да, от этого избавиться. Хотите вы можете только одного это как-то изменить. Вот. Хотите вы можете, в принципе, как мне кажется. Только это. Вот. Но... Но... Даже, несмотря на то, что вы можете этого хотеть, вот... Все равно было бы здорово, если бы вы озвучили свои, ну, озвучили немножко свои желания, озвучили немножко свои потребности и рассказали бы о том, что вам хочется. Чего вам хочется. Это было бы здорово. А вот. Следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, чтобы вы, может быть, рассмотрели бы вероятность. 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 Только вероятность того, что у вас может быть физиологическая сторона вашего такого вот состояния. То есть не психологическая сторона, а физиологическая. Вот. Конечно, я не знаю, может быть, это и не совсем. Так. Да? Вот. То есть понятно, что я могу ошибаться. Вот. Но. Но. Если у вас имеются физиологические причины, например, нарушение биохимии, сделаю нарушение, нарушение какого-то обмена веществ, да, вот, травмы какие-то физические. Вот. То на это все нужно обратить внимание. Потому что в противном случае ситуация может быть такова, что вы будете, например, пытаться работать с психологическим аспектом. Вот. А по факту будет такая история, что вот будет физиологическая сторона вопрос присутствовать. Вот. И в итоге, ну, не совсем будет адекватно по отношению к вам. Вот. 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 Очень важно, чтобы вы на это обратили внимание. Вот. Очень важно. Следующее. То, что вы описываете, очень похоже на такое, знаете, я бы сказал, по полным подавлению себя. То есть, ну, я бы сказал, что вот то, что вы описываете, да, это вот такое тотальное подавление всего, что вам, ну, к примеру, вам нравится. Нравится, к примеру, всего, что вам хотелось бы хотелось бы и так далее. То есть, вот как-то это выглядит вот таким образом. Как-то. Выглядит так, что вы себя за всех сил пытаетесь подстраивать под других людей. Вот. Изо всех сил пытаетесь быть удобной. Изо всех сил пытаетесь, вот, своим поведением управлять. Вот. Ну, а в итоге, ну, получается, достаточно грустная картинка, потому что вредите вы только лишь самим себе. Вот. И, в общем-то, больше никому. Поэтому мне кажется, что вам имело бы смысл больше обращать внимание именно на себя. Мне кажется, имело бы смысл больше внимания уделять себе, вот, имело бы смысл вам, ну, быть более внимательным, быть более внимательным к себе. Потому что сейчас то, что вы описываете, я могу интерпретировать вот таким образом. То есть я могу интерпретировать это вот так. Могу интерпретировать это так, что вы вот себя зажимаете, что вы себя обесцениваете, что вы себя подавляете. Вот. Причем на такой вот постоянной, я бы сказал, основе вы это делаете. Вот. Вот. По отношению к себе, к сожалению. Соответственно, постоянная попытка себя преодолевать, она приводит вот к такой достаточно негативной, как мне кажется, истории. Вот. Достаточно негативным проявлением, скажем так. Вот. И я бы конечно, конечно, хотел, чтобы это изменилось. Но для этого нужно с вами поработать. Да. Вот. Для этого нужно пообщаться с вами и разобраться в том, что происходит. Вот. Например. Когда это началось? Конкретно. Когда конкретно началось вот такое состояние. вот. Вы говорите, что это долгое время. Вот. Вы пишите, что очень долгое время. Вот. Вот. Я понимаю, что это действительно может быть долгое время. Но все же важно заметить, когда это началось. Вот. 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 То, что я могу вам ответить. сейчас. В точке времени психологии. Думаю, что многие, многие вещи у вас связаны с тем, как, мне кажется, что вы себя не выражаете. Не выражаете. Не выражаете. Не проявляете. Зажимаете. Вот. Возможно, боитесь. Вот. Чего боитесь, конечно, пока не ясно. Потому что. А. Ну, я вас, я вас не знаю. Вот. Надо бы с вами поговорить. Чтобы. Понять. Ну, вот. Природу. Вашего состояния. Но пока это выглядит. Вот. Вот. такой вот аспект. Вот. Как аспект именно обесценивания себя. Вот. Причем обесценивание себя достаточно поддального, я бы сказал. обесценивание. Вот. Примерно. Так. Сейчас, мне кажется, вам нужно позаботиться о себе. Вот. Вот. И. Прийти к тому. Например. Чего же вы. Хотите. То есть. Вот. Вы говорите, что устал заниматься своим делом. Да. Вы пишите, что перестал организмлазаться. на первом делом. Вот. Значит. А. У вас. Что-то произошло. Вот. Вы изменились. Ну, а вы этого не заметили. Вы от этого отмахнулись. Вот. А отмахиваться. От себя очень опасно. Вот. Потому что. Обмахиваясь от себя, вы. По большому счету оказываете себе именно вот. Что. Э. Такую вот. Я бы сказал. Медвежий услуг. К сожалению. Поэтому. Может быть. Вам и страшно. Вот. Может быть вы боитесь этих изменений, но они вам, как мне кажется, очень даже нужны. Другое дело, что вам может быть не хватает поддержки, но это правда. Вам действительно может не хватать поддержки, но если вам не хватает поддержки, то как раз психологи здесь на нашем сайте и в любых других местах сразу же вам ее дадут и помогут. Помогут вам лучше себя понять, помогут вам о себе разобраться. Конечно, при условии, если вы этого сами хотите. Но повторюсь перед тем, как обращаться к психологу имело бы смысл, как мне кажется. Значит, пройти медицинские обследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у вас физиологии. И чтобы соответственно все, что связано с физиологией, вам подкорректировал бы врач. Чтобы не было такого, что лечим одно, но в действительности на самом деле другое. Это на самом деле очень важно, как мне кажется. Надеюсь, что это понятно. В целом я бы рекомендовал вам работу с чувствами, с эмоциями, с уверенностью в себе, страхами. И в целом надо интересен вашей жизни, потому что на протяжении, собственно, жизни интерес меняется. Что нормально абсолютно. Человек пытается, вероятно, быть одними тем же постоянно. Но это немножко ошибочно такая позиция. Она может быть более удобна, но она иногда не работает, к сожалению. Поэтому приходится действовать, я бы сказал, по-другому. Вот. А чем собственно и мой ответ повествует мне. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему вопросу. Ой, по моему ответу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо. Энергейс. Продолжение следует...